Пока тебя никто не смотрит. Пригласить гостя в свой прямой эфир. Кто-нибудь есть здесь? Кто-нибудь дома? Что, мы в эфире? О, кто-то есть. Здравствуйте. Просто нас давно не было в Инстаграм. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Это мы меняем за кадром в саду-левогороде, да? Да, просто мы нечастые гости Инстаграма, но решили попробовать здесь провести прямой эфир. Вообще, как здесь? Слышно, видно? Инстаграм для нас такой-то непонятно что-то. Слышно, видно? Лес дремучий. Здравствуйте. Ну, вы можете задавать вопросы на любые темы. На любые темы. На жизненные, да, на огородные, неогородные. Ну, в общем-то, всё, что вас интересует, как огород, так и семья Меняевых. Вот прямой эфир. Большое спасибо за рецепты, да, то, что вы пишете рецепты бесподобны. Мне очень, да, мне видно текст. Мне очень приятно, да, если у вас получается, и вам нравятся рецепты. Ну, я очень, честно скажу, я расстраиваюсь, когда, бывает, пишут, что не получилось, там банка взорвалась или ещё что-то. И я переживаю не меньше, чем вы. Пишут, вас и здесь, и там передают, до чего техника дошла. Да, мы только вчера были в Ютубе, решили теперь попробовать Инстаграм. Да, потому что в Ютубе у нас вчера что-то тоже там какие-то заморочки получились. Но мы сохранили эфир, поэтому вы, в принципе, можете зайти на канал Меняевых за кадром. Вчерашний эфир там сохранён. Да, вы можете его посмотреть. Там были разные вопросы. Давай пока я тебе задам тогда вопросы. Что уже можно сажать и сеять? Сеять, скорее всего. Что можно уже посеять? Во-первых, сейчас вы можете заняться... Нет, дай бог мы не болели. Тьфу-тьфу. Вот. Ну, давай отвечать. Здравствуйте, как ваши хризантемы в теплице уже? Ну, вот у нас сейчас заморозки. Довольно-таки заморозок был большой. Минус 10 хризантемы в теплице себя чувствуют отлично. Вот. Скоро я их обрежу. Просто наброшу на них укрывной. И так они будут зимовать. А что сеять, Оля задала вопрос. Давайте сейчас мы уже с вами начнём, в принципе, сеять что? Это может быть и устома. Ну, при условии, если есть подсветка. Это могут быть бальзамины. Вы даже можете посеять петунии, которые потом расчеренкуете. Как роза, так и не... Нет, не укрыла. И сегодня минус 10. А будешь укрывать-то вообще? Не буду. Вообще укрывать не будешь? Нет. То есть вот подсняк уйдут? Да. У нас эксперимент. Да, у нас эксперимент. Была, не была. Нет, просто в прошлом году половину роз я вообще не трогала. Ничего с ними не делала. Розы были просто великолепные. Дело в том, что мы практикуем глубокую посадку. Довольно-таки. Где-то примерно чуть ли не 10 сантиметров над прививочной шейкой розы. То есть розу достаточно углубляем. Когда вот такое углубление розы, даже окучивание, в принципе, розе не нужно. Поэтому половина роз у нас очень хорошо перезимовала в прошлом году. В этом году я только плетистые розы буду накрывать. Остальное нет. В квартире что делать с хризантемами? Вот в квартире, вы знаете, очень сложно. Очень сложно их вот именно сохранить и поддержать. Во-первых, смотрите на наличие болезни. Может быть, это мучнистая роса. Очень любит хризантемы. Это может быть клещ, который именно от сухого воздуха появляется на хризантемах. Ну а вообще в квартире желательно поставить где-то на северное окно, где прохладно хризантему. И очень редко плевать. То есть вы дайте ей покой хризантеме. Даже если она у вас цветет, оборвите все цветы. Дайте ей отдохнуть. Как выросла ваша морковь на марле? На марле прекрасно. Кстати, той марли и в помине не оказалось. Просто, дорогие друзья, бывают замечания, что мы не показываем результат. Вы знаете, ну просто физически все снять невозможно. Поэтому я, когда показываю, что я делаю, я предлагаю кому-то попробовать вместе со мной. Но не делать сразу там, допустим, всю морковь 100% посадить на марле. Но вот, кстати, на марле вариант мне очень понравился. И на следующий год я, пожалуй, всю морковь посажу именно вот этим способом. Лег снег, только получила посылку из питомника с саженцами яблонь, груш, роз из питомника. Погреба нет, есть холодильник. Как сохранить? Если у вас теплица, если есть теплица, это все отлично. Вы можете это все прикопать именно вот в теплице. Мы в прошлом году так поступали. Нам пришли саженцы в начале февраля. Это морозы, это холод. Вот саженцы великолепно перезимовали. Самое главное – защитить их от мышей, от всяких непрошенных гостей. Но, вы знаете, холодильник... Ну, я просто не представляю, как вы можете саженцы положить в холодильник. Нет. Можешь длинные, да. Да, это... Ну, нет, это нереально, конечно. А вот теплица – это да. Ну, если маленький саженец. Что, все равно? Да. Ну, да. Ну, я думаю, если вы заказывали саженцы, наверняка что-то у вас есть. Или парник, или еще... Ну, что-нибудь есть на участке. Поэтому прикопать можно. Как выбрать подсветку для рассады? Вы знаете, подсветку... Вот, чтобы выбрать подсветку для рассады, я всегда отдаю... Как, предпочтение? Это ребятам от... Минифермер. Почему именно у них мы заказываем лампы? Почему именно выбор пал на них? Потому что, во-первых, не надо изобретать велосипед и самим думать как-то методом тыка подбирать подсветку. Мы просто даем всегда размеры своего подоконника или своего стеллажа. И они сами подбирают именно тот цвет и какая высота будет у вас там, да, в стеллаже или подоконнике. Они подбирают все грамотно. Поэтому у нас такая рассада и такие урожаи. Поэтому не стоит самим мучиться что-то подбирать. Ну да, мы спрашивали у минифермера, мы говорим, а как вообще? Они говорят, ну просто человек звонит им, вы на сайте, найдите, в Яндексе, вбейте минифермер, зайдите на их сайт, и там будет телефон. Позвоните, ну уже заранее замеры сделайте, продиктуйте им, они вам подскажут, какую лампу, да? Конечно, конечно. А, вопросов вы, я думаю, вопросов больше нет. Здравствуйте, Юра. Здравствуйте. Я сейчас всем скажу, что сеять семена малины, они до 4 месяцев будут сходить просто в увлажнике. Дорогие друзья, ну зачем? И вот я не понимаю, ну зачем сеять семена малины? Для чего? 4 месяца они будут сходить, да еще не факт, что они взойдут. Неизвестно, какие семена продают нам агрофирмы. Если можно взять, лучше купить саженец, пусть вы купите один, а потом у вас будет море малины. Как тюльпаны сохранить? Купила головки на улице минус 10. Вы знаете, вот кстати, даже если минус 10, тюльпаны не боятся. Можно, земля еще не промерзла, поэтому самое главное, чтобы у вас была земля, которой можно присыпать тюльпаны. Заглубляете на 2 высоты луковицы, да, делаете лунку и смело сажаете тюльпаны. Не бойтесь, можно чуть ли не ломом делать в земле промерзшие лунки и сажать тюльпаны. Они этого не боятся. Потому что давайте с вами порассуждаем. Ведь промерзание довольно-таки, да, у нас, ну все равно бывает промерзание грунта. Мы же с вами не утепляем тюльпаны, но тем не менее они всходят. Поэтому сажайте. Как лечить черный рак на яблоне? Вы знаете, черный рак, это я считаю, что с такой яблоней надо просто расстаться. Мы с такими деревьями расстаемся, потому что лечить его очень сложно. Это то же самое, как вы скажете, как лечить рак у человека. Поэтому если дерево заражено, лучше с ним проститься. Плохая у себя. Сравнение плохого-то нехорошее. Ну что ж. Вы экспериментировали с посевом семян гибридов томаты. Получились ли плоды точно такие? Да. Мы сеяли томаты F2 у нас Корнабель, Любаша, Котя. Вот эти томаты мы пробовали сеять. Я вам хочу сказать по томатам, что F2 повели себя намного урожайнее, чем даже F1. Томаты получились просто отличные и ничем не отличались от F1. Единственное, что, конечно, я не буду рисковать и не буду сеять F3. Потому что я все-таки собрала достаточно большое количество томатов, чтобы это были только F2. Про морковь, да, на марле отлично. Я воспользовалась вашим советом. Морковь была шикарная, а вот на ленте нет. Вот на ленте, да, вы понимаете, все-таки марля, она как-то задерживает влагу, а лента все равно, ленте очень проблемно размокнуть в почве. Если нет достаточного количества осадков, это, в общем-то... А вот марля, да. Можно сейчас обработать кустарники бордосской жидкостью или уже поздно? Нет, уже поздно, это уже поздно. А маленькую грушу надо укрывать на зиму? Вы знаете, мы никогда этого не делаем. Мы только единственное, что ствол обматываем колготками. Вот такой практикуем, да. Но я вам хочу сказать, что раньше я практиковала. И я как, я брала старый укрывной материал и просто вот так чехлом, ну, заматывала и шпагатом. Я, если вы боитесь, то вы можете так вот утеплить. Но вообще мы не утепляем. А пионы можно сохранить до весны и как? Вы знаете, пионы до весны... Во-первых, откуда они у вас сейчас взялись, я не знаю. А пионы же мы сажаем где-то в августе. Вот. Ну, я бы поступила вот таким способом. Я бы взяла, посадила в большие горшки пионы и убрала бы их в погреб. Тем самым вы бы им создали условия, вот, как бы, будем говорить, да, как на улице. То есть сажаем, убираем в погреб. Можно ли посыпать удобрение поверх замороженной земли? Ну, это совершенно, во-первых, ни к чему. Для чего это делать? Это... Я считаю, что все-таки удобрение лучше всего внести весной. Потому что, во-первых, это все сразу, да, и уйдет в почву. Потому что, если много снега, таяние снега, это может все вымываться. И как бы, вот, весной, пожалуйста. Нужно ли было выкапывать клубни лилии? Ничего с ними не станет, если оставила на зиму в земле. Абсолютно. Лилии никогда не выкапывают. Выключи, духовку. Выключи. Лилии никогда не выкапывают. Единственное, что гибриды лилии, можно просто их, вот, мы накрываем старыми ведрами, и все. Хотя можно и этого не делать. Лилии не трогают. Про тюльпаны я отвечала, да, что смело сажайте тюльпаны. Главное, купите землю, чем засыпать вот лунки. Малину-карамельку черенковали. Если да, то как, какие результаты? Малину-карамельку мы не черенковали. Мы этого не делали. Вот. Во-первых, малину лучше всего не черенковать, а размножать зеленой порослью, когда вот она отрастает. Вот. Но у нас еще нет настолько таких загущенных посадок. Мы только разводим карамельку. Вот. Поэтому нет. Но я хочу в этом году попробовать, потому что у малины надо все-таки прищипывать макушку. Я вот хочу попробовать вот как раз-таки эти макушки зеленые укоренить. Грядки теплицы приподняты на 60 сантиметров. Не вымерзнут ли хризантемы на таких грядках? Ну, вообще, я думаю, что нет. Ну, вообще, для теплицы это очень высокие грядки. Для чего? Я не понимаю смысла делать такие грядки в теплице 60 сантиметров. Это очень высоко. Но накройте несколько слоев укрывным материалом, если вы так боитесь. Как можно избавиться от муравьев? Их куча почему-то развелась. Второй вопрос. Про муравьев сначала. Как избавиться от муравьев? Вот от муравьев попробуйте. В принципе, этот способ работает. Это сухие дрожжи. Где скопление муравьев, прям рассыпаете сухие дрожжи. Ну, по крайней мере, мы так делаем, и этот способ работает. Как размножить грушу? Грушу вы никак не размножите, потому что это у вас будет дичка. Вам надо просто купить саженцы. Если вы умеете, если вы занимаетесь прививкой, то тогда другой вопрос. Вы можете семечко вырастить, да, грушу, но потом вы будете делать прививку. Поэтому я считаю, что вам лучше купить саженец. Где лучше заказывать саженцы? Ой, вы знаете, этот вопрос очень-очень-очень-очень сложный. Поэтому что-то конкретно рекомендовать, да, где их заказать, это сложно. Но, по крайней мере, мы сейчас, вот я для себя, ну, сделала выбор, и мой выбор упал на питомник. Это садовод Крым. Ну, не знаю. Пока я в нем не разочарована. Гиацин был высажен осенью, набрал листву, и его нужно накрывать. А, вопрос. Его нужно накрывать? На улице минус 15. Можно опилками? Как быть? Можно. Вполне можно накрыть опилками. Можно. Как боретесь с проволочником? С проволочником? У нас раньше было очень много на картофельном поле проволочника. Дело в том, что мы всегда, как только убираем картофель, мы приступаем к сеять рожь. Начинаем сеять рожь. Именно рожь. Мы ее сеем, и весной, как только позволит погода культиватору въехать на это поле, ну, или если вы копаете, копать. В общем-то, не даем мы ей отрастать. И вот проволочника у нас вообще нет. При помощи ржи мы от него избавились. Молодые мускусные утки еще не несутся, а утак уже начал их топтать. Надо ли его отделить на время, пока утки не занесутся? Нет, ни в коем случае его нельзя убирать, потому что это своего рода формируется семья. Потом он, может, и вообще их не будет у вас топтать. Нет, ну, конечно, не знаю, может, и будет. Но никогда селезня не убирают от уток. Сейчас утки и не должны нестись. У мускусной утка очень-очень умная птица. Во-первых, световой день. Во-вторых, теплый ли у вас сарай, какая температура. И утку не обманешь, когда ей начать нести яйца. Яблони сидят 7 лет и не плодоносят. Что делать? Вы знаете, 7 лет это еще не срок для яблони. Они могут и 9, на 9 год начать плодоносить. Все зависит от сорта яблони. Какой сорт вишни хороший, чтобы посадить одно дерево? Вы знаете, вот все-таки в этом плане я отдаю всегда предпочтение дюку. Вот. Это смесь, да? Помесь, как гибрид. Это гибрид черешни и гибрид вишни. Вот как раз-таки дюк, он не болеет. Опылитель ему не нужен. И всегда радует урожаем. Про пион. Погреба нет. А если посадить в землю сейчас? Нет, а вы посадите, но дело в том, что опять проблема, он у вас прорастет. Он у вас просто-напросто прорастет. А в землю, ну я не знаю, уже мороз, и он может замерзнуть. Это же клубневое такое растение. Я не знаю в вашем случае, как быть. Золу в компост можно высыпать? Можно. Почему нет? Посадила виноград уже 3 года назад. Виноград каждый год мёрзнет. Да, наверное. Мёрзнет. Мёрзнет. Вы знаете, дело в том, что, извините, мы очень плохо понимаем по-украински. Поэтому давайте вопрос на русском языке задавать. Мы так это поняли, что у вас виноград мёрзнет. Вымерзает. Хотя я не знаю, на Украине-то это он вымерзает или нет. Поэтому не знаем. Напишите попонятнее. Сохраните эфир. Вы знаете, мы постараемся сохранить эфир, так как мы в Инстаграме. Чайники. Чайники. Если получится, извините заранее, но мы постараемся. Нужно ли выгуливать бройлеров? Сколько нужно для них места? Возможно, их вырастить на дачном участке, если приезжаем через 2 дня. Подкормка автоматическая и поилка тоже. Дело в том, что бройлерам, как правило, выгул не нужен. Бройлер – это такая птица, как хрюшка. Она ест, пьёт и всё. Сидит, она практически даже не двигается. Вот почему даже их держит в клетке. Вот. Ну, если вы приезжаете каждые 2 дня, ну, в принципе, можно, если у вас автоматическая там поилка, кормушка. Ну, честно говоря, я не приветствую тех людей, которые заводят птицу, живность, и они редкие, ну, наездами, будем говорить, на дачу. Поэтому вам решать. А если у груши поросли пошла ниже приезжки, это дичка, значит? Конечно, да, это дичка. Это дичка. Где можно использовать свежие опилки? Свежие опилки, раньше, когда у нас была возможность их где-то достать, мы делали как? Мы засыпали дорожки, все дорожки между грядок. Вот. Они лежали сезон. А потом, на следующий год, мы эти дорожки чистили и опилки вносили уже в грядку. Вообще, я... Много толкований, да, говорят, что ничего страшного. Но я все-таки не сторонница вносить свежие опилки непосредственно под растение. Когда нужно мульчировать чеснок? При посадке или можно, как снег сойдет? Вы знаете, мы его мульчируем при посадке. Во-первых, солома, она как бы... Ну, мы соломой мульчируем. Она тормозит и не дает вот именно чесноку прорастать. Вот если был, да, легкий морозец, солома как-то задерживает, вот, да, будем говорить, сдерживает эту замерзшую землю. И не дает вот чесноку прорастать именно при оттепелях. Поэтому мы практикуем. Посадили и замульчировали. Сколько одной курицы надо давать корма в день? У курицы мы, вообще мы практикуем, мы считаем, и много сейчас людей очень со мной согласны. У курицы не должно существовать нормы кормления. Одна курица подойдет съест, допустим, 30 грамм, а петух наглый подойдет съест 100 грамм. И он объест там какую-то курицу, а какой-то вообще ничего не останется. Поэтому висят у нас бункерные кормушки. Кормушки всегда с едой. Но еда должна быть разнообразной у птицы. Не просто вы там насыпали пшеницу в одну кормушку. Опять, если вы пшеницу смешаете с чем-то еще, курица будет разгребать эту кормушку. Поэтому у нас, допустим, одна кормушка с комбикормом, одна кормушка там висит с пшеницей, другая еще с чем-то. Но у курицы, курица не должна за вами бежать, как оголтела. Вы пришли ее кормить, она бегает за вами. Курица должна на вас посмотреть, и что это вы пришли, да? То есть курица должна всегда быть сытой. Вот. Поэтому вы не думайте, курица не зажиреет, и лишнего она не съест. Яблонька ростом полтора метра. В этом году всего два яблочка было. Чем подкармливать? Ну, мы практикуем всегда это все-таки органика. Это компост, это перегной. Ну, пока лучшего я ничего не нашла. Саженцы с Крыма хорошо переживаются в Подмосковье, или они адаптированы? Вы знаете, вот сколько мы у них выписали саженцев, очень много. Саженцы все, без исключения, все прижились 100%. Но сейчас я не могу подводить какие-то итоги. Вот давайте посмотрим, как они себя поведут в зиму, да? То есть как они выйдут из зимы весной. Хотя садовод Крым уверяет, что они все адаптированы к морозам и все. Ну, посмотрим. Ну, хотя у нас вот растет же персик, и абрикос растет, и дает урожай. У нас даже айва есть. Все плодоносит. Плоды груши трескаются и гниют прямо на дереве. Что делать? Так вот сложно. Вы знаете, сложно очень сказать. Не видя вообще саму грушу, сам плод, как треснула груша, да? Может быть, она бывает, груша может треснуть или заболевание какое-то, да, у груши. Или у груши, допустим, если сухо-сухо, а потом пошли дожди, или вы ее полили резко. Ну, допустим, так же, как с капустой, да? Не поливали, не поливали, полили, она треснула. Здесь причин может быть множество, и не видя плод, я не могу ничего сказать. Не знаю, сколько лет яблоньки, да, что купили три года назад. Видно, какой-то вопрос был до этого про яблоньку. Не знаю, сколько лет яблоньки. Как вынести белокрылку, а, вывести белокрылку на комнатных цветах? Ну, вы знаете, во-первых, комнатные цветы я поступаю следующим образом. Белокрылка сама просто так не появится у вас. Вы ее или из магазина с цветами занесли, или вы что-то с огорода принесли, какой-то цветок. Поэтому я всегда говорю, прежде чем что-то занести в дом, обрабатываем, будь то магазин, будь то огород. Я беру цветы, ставлю в ванну и обрабатываю. Я обрабатываю октарой, потому что, ну, пока я ничего лучшего не нашла. Но вы должны понимать, что вы должны промыть подоконник, да, слабым раствором октары пролить грунт обязательно. То есть, лучше всего, чтобы она у вас, конечно, не появилась, потому что бороться с ней довольно-таки сложно. Последние два года морковь и свекла плохо хранятся, сразу становятся мягкой. В чем может быть причина? Храним в погребе, собирали урожай в конце сентября. Причина может быть, во-первых, как вы ее храните, в чем вы ее храните. Мы, когда убираем морковь, мы убираем в сухую погоду. Мы ни в коем случае ей не даем лежать на воздухе. Мы сразу опускаем в погреб. Какой погреб? Погреб должен быть и все-таки влажный, с достаточной влажностью. В сухом погребе у вас не будут эти овощи храниться. У вас есть цветы фуксии? В фуксии у нас цветы раньше были, много было, но, в общем-то, я с ними распрощалась только по той причине, что, как правило, этот цветок все-таки очень любит как раз-таки белокрылка. И нет, у нас сейчас нет фуксии. Какие вам нравятся помидоры для маринования? Ой, ну их много, не перечислишь помидор. Большой перечень. Кстати, у нас же есть ролик, отчет по томатам, где как раз-таки я говорю про какие томаты можно консервировать. Ну да, зайдите на канал «Восадули в огороде». Там не так давно эти ролики были по томатам, очень много роликов. А как твое мнение? Для Ярославской области плодовые деревья где лучше покупать? В садах России или сады Урала? Деревья находятся под Угличи, это более северные в сторону Питера. Вы знаете, конечно, если так, то, ну, может быть, сады Урала... Я не могу отвечать за эти две агрофирмы. У них я не выписывала саженцы. Ну, карамелька только. Вот, мы только в садах Урала, вот у нас была карамелька. А плодовых деревьев не было. Не могу вам ничего сказать. Как рассчитать, сколько нужно места для броллеров? Допустим, 12 штук броллеров. Я, вы знаете, я вам так даже сейчас, я так не скажу. Но, по крайней мере, то, что нас уверяют, там, чуть ли не на один квадратный метр их, там, можно посадить, 5-6 штук, это полный бред. Вот, птице тоже должен быть какой-то немного простор. Соседка посоветовала морковь и свеклу посадить перед зимой. Вы пробовали так сажать? Хороший ли вырастает урожай? Вы знаете, я раньше так пользовалась таким способом, но сейчас я от него отказалась, потому что у нас часто очень оттепели, зимы практически никакой нет. Семена могут в земле вполне угадать, когда это все сеять сложно. Они могут набухнуть просто-напросто, а потом пропасть. Поэтому я сейчас от этого способа отказалась. По поводу грядок высотой 60 сантиметров, вот поясняют, парник поставили на месте гаража, так как грунт весь снимали, решили сделать высокие грядки, завезли чернозем. А что, 60 сантиметров это очень высокие грядки? Ну, конечно, это достаточно высокие грядки. Что, поменьше сделать? Ну, во-первых, в теплице 60 сантиметров. Ну, вы представляете, допустим, мы даже сажаем томаты, вы, рост томата даже, ну, куда 60 сантиметров? Конечно, ну, 30 сантиметров высота там грядки. Зато наклоняться не придется. Ну, да, если только наклоняться, Оля говорит, не придется. На молодой черешне внизу ствола летом текла смола. Можно ли ее спасти? Ну, опять смола текла там что, морозобойная или что там получилось у вас? Вы напишите. Посадили виноград три года назад. Каждый год виноград вымерзает. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Вы знаете, дело в том, что виноград обязательно надо утеплять. Пригибайте его к земле, накрывайте, утепляйте. Это может быть просто... Очень хорошо надо мульчировать, где прикорневой ствол, да, где прививка вообще у винограда. Мульчировать чем угодно. Перегноем можно, чем угодно. И обязательно его накрывайте. Потому что молодой виноград его обязательно нужно накрывать. Очень странный и пикантный интересный вопрос. Как ты думаешь, куда-нибудь можно использовать опилки после кошачьего туалета? Вы знаете, после кошачьего туалета, если, во-первых, никуда, ни под растение, ни под кустарники, никуда нельзя. Единственное, я вам хочу сказать, что этот запах очень боятся мыши. Вот как раз-таки те, кто держит хозяйство, и если у вас есть кошачий наполнитель или вот опилки, вы можете по периметру сарая рассыпать вот эти опилки. Можно открыть бизнес, расфасовать по пакетам и продавать, как отпугиватель для мышей. Бинуска юмора. Нужно ли укрывать на зиму клубничку? Нет, никогда не укрываем, и ничего с ней не случается. Вы зимний огород будете сажать? Если да, то что будете выращивать? Конечно, будем. Вот сейчас что? Ну, во-первых, это лук, да. Это базилик обязательно мы будем сеять. Ну, очень много культур. Это может быть микрозелень. Не, ну, огород мы обязательно будем сажать. Уже это, кстати, я хочу приступить. Как вы думаете, клубнику лучше посеять на рассаду или купить готовую? Вы знаете, конечно, хорошо бы ее посеять. Но семена, увы, которые нам предлагают агрофирмы, они или просроченные, или они, может быть, хранятся у них недостаточно хорошо, и всхожесть у них просто ужасная. Вот. Поэтому все-таки лучше, конечно, покупать рассаду клубники. Как часто будут эфиры? Мы пока не знаем, но если вдруг вы по нам соскучитесь, вы можете зайти на канал Меняевы за кадром. Там есть прям отдельные плейлисты записи эфиров. Допустим, вот недавнего, прошлого года. Потому что вопросы, если честно, они повторяются из года в год. Можете прям включить, и вместо радио у вас будет играть запись прямого эфира канал Меняевы за кадром. Васадулева. Ой, тихо, Васадулева на ютубе. Здравствуйте. Вишне более 10 лет, и она не плодоносит, что делать. Во-первых, надо разобраться, да, как она не плодоносит. Она цветет, а потом осыпается весь цвет, да, или она вообще не цветет. То есть, если она не завязывает, есть вишни, которым требуется обязательно пылитель. То есть, она одна не может расти. Бывает у нас и цветает, да, выедает цветочек у вишни. Разные болячки. Обрабатываем хорусом вишню обязательно. Поэтому я не знаю, в плане, что у вас нет вишен, цветет нет или как. Яблоня 3 года посажена, но в рост не идет, как будто замерла. Что делать, выкапывать? Вы знаете, в таком случае, может быть, я не права, но я делаю так. Я ее выкапываю и пересаживаю в другое место. И яблоня трогается в рост. Потому что бывает или близкое залегание грунтовых вод, или еще. Ну, причин может быть множество. И вот бывает, да, яблоня сидит-сидит, ее пересадил на другое место, и она пошла в рост. Я ее пересаживаю. Какие сорта томатов будете сажать в этом году? Ой, их очень много. Мы будем снимать ролик по томатам. Это как и с мной собранные семена. Это F2, да, от гибридов. И очень все не перечислишь. Вы выращивали войлочную вишню? Вы знаете, войлочную вишню, мы когда жили в Комсомольске-на-Муре, мы выращивали только войлочную вишню. Потому что там больше никакая у нас и не росла. Но, честно говоря, я не люблю войлочную вишню. Потому что я ее за вишню не считаю. Там одна косточка в той вишне. Какой огурец у вас самый любимый? Ну, у меня огурец самый любимый. Это Кураж, это Луховицкий, Теща, Зятек, Либелла, Артист. Потом, что мы ищем, Мамлюк. Так, что мы ищем. Ну, в общем, огурцов-то довольно-таки много. Какой сорт абрикоса у вас? Вот вы знаете, я постоянно путаюсь. Или краснощеки, или как-то, ну, что-то с красными щеками связано. Но абрикос очень вкусный, крупный, действительно, сочный. В это лето как у вас был урожай огурцов? Я осталась без урожая. Нет, ну, у нас в теплице. И в теплице есть огурцы всегда. Самое главное, грамотная агротехника. Это посадить правильный гибрид. Вот, это, конечно, не сорт. Я не сторонница сорта сажать в теплице. Это формирование огурца. Все-таки, что бы мне ни говорили, огурец в теплице надо формировать. Как ты держишь все в голове, все названия сортов? Вот, я не знаю как-то. Нет, сорта, конечно, я не держу я в голове. Основные какие-то знаю там, да. А так, конечно, у меня вот, всегда у меня тетрадочки, блокнотики. И все даже бывает. Табличка выцвела, и все. Ждем, пока помидор появится, чтобы сравнить. Хотела узнать, можно ли сохранить яблоки, завернутые в бумагу в гараже? Вы знаете, мы, яблоки, у нас погреб. В погребе температура зимой бывает 2-3 градуса. Мы, яблоки, ни во что не заворачиваем, не практикуем. Почему мы это не делаем? Потому что вы не увидите, испортилось ли яблоко в завернутом состоянии. Влажность достаточная в погребе. Мы яблоки складываем в два слоя фруктовые корзинки. И корзинки вот так, что белями у нас стоят в погребе. Яблоки у нас лежат. Порой, да, есть, Оля, яблоки даже до нового урожая. Вот. Очень долго мы едим яблоки. Сколько месяцев. Ну да, главное, не падали. Да, именно съемные здоровые, хорошие. Смотрите, чуть если какая-то это, не надо. Все, лежать яблоко не будет. А там другие от него заболеют. Сколько месяцев выращиваете бролеров? Вот сейчас мы приступаем к объему уже бролеров. Им месяц с весом 4, ой, извините, месяц. Два месяца с весом 4 килограмма. Два месяца. Что посадить на подоконнике к новогоднему столу? Ой, ну вы можете, во-первых, посадить. Это может быть и базилик, он хорошо. Но опять, если при условии, если у вас есть подсветка. Ну, конечно, это лук. Вы можете посадить лук. Если вы постарались бы и из грядки выкопали, да, петрушку. Это может быть петрушка. Вот. Вы можете отправиться в магазин и купить стаканчики. У нас есть ролик. И посадить эти стаканчики в горшки и выращивать прекрасную зелень. Потому что, поэтому, если есть света, вырастить можно все, что угодно, кроме укропа. Это сложно. Как бороться с кротами? Ну, с кротами у нас есть крот-отпугиватель. Кому-то он помогает, кому-то он не помогает. Но я считаю, нужно просто купить именно тот отпугиватель, который помогает. У нас он фирмы Рексант. Я бы увидела, даже, по-моему, на зоне они сейчас есть, Рексант. Вот, поэтому мы довольны. У нас их два отпугивателя. И кротов, конечно, нет. Они у нас не шкодничают. Они, наверное, от нас уходят к соседям. Юля, подскажите, стоит ли сажать колонновидные яблони? Вы знаете, я в этом году только впервые посадила колонновидные яблони. Хочу за ними понаблюдать. Потому что, ну, это диво дивное, да, как нам показывают и говорят. Поэтому потом вам всё расскажу. Поливаете ли вы землю в теплицу на зиму? Обязательно. Обязательно. Это обязательно условие. Земля должна быть хорошо пролита. Пропилки, да, для кошачьих колонновидов. А вы держите индейку? Да, да. У нас серо-кавказские индюшки, конечно, держим. Рецепт рассольника стала самой любимой заготовкой. Вся семья и подруги все в восторге. А вот мы-то в каком восторге. Рассольник тоже любим. Да, мы очень любим, потому что это... Многие очень недоумевали, как это такое, да, свежие огурцы. И вроде бы рассольник. Но это всё очень-очень вкусно. Хочу не знать рецепт в ютубе, вбейте в поисковую строку. В саду-левогороде рассольник. И там выйдет как раз-таки рецепт рассольника в баночке. Очень удобно бухнула и готова. Стрижка классная, выглядишь молодо, да? Спасибо за комплимент. И цвет волос очень модный. Ой, как приятно. Эфир. Попробуем сохранить. Вот, я говорю, мы с Инстаграм не очень дружим, но попробуем. Зимой лук вы дома выращиваете? Что можно ещё, кроме базилика? Базилика. 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 Лука. Вы можете выращивать всё, я говорю. Это может быть и салаты. Салаты, пожалуйста, сейчас есть салаты. Вот. Зелень вы можете выращивать любую. Я говорю, только вот укроп сложновато с укропом, потому что ему там температурный режим. Это всё растёт, в принципе, без проблем. Но если у вас нет фито-ламп, кроме лука, я боюсь, что вы ничего не вырастите. А клубни бегонии как хранить? В холодильнике можно? Мы клубни бегонии, во-первых, храним всегда... у нас бегония растёт в горшках, допустим, если это в клумбе где-то, потом горшок прикапывается, или как если это на подоконнике в бегонии клубень, да? Мы храним по принципу... можно хранить по принципу глоксинии. То есть оставляете в горшке бегонию, есть погреб, хорошо опускаете в погреб. Нет погреба где-то под ванну, где-то в прохладное место. И потом не поливаю я ничего. Потом весной увидите, как только первые росточки, и ставите её на подоконник. Можно одновременно с навозом на огород вносить доломитовую муку. Но я бы этого делать не стала. Ой, 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 секунду, убежала. Сейчас примутаю. Так. Зимует ли лаванда в открытом грунте? Её надо укрывать? Да, мы её укрываем. Укрываем очень просто. Мы берём любое ведро, вверху, чтобы были дырки, ну даже старое разбитое ведро, и просто сверху на лаванду мы вот ставим вот это ведро. Мы укрываем. Посадили яблоню солнцедар и экранное. Когда ждать урожая? Вы знаете, я такие яблони впервые слышу название, поэтому не знаю, ничего не могу сказать. Огурец паратунка. Не выращивали? Я его очень люблю. Паратунка. Нет, не выращивали. Краснощёк и абрикос может вырасти на севере Казахстана? Мне кажется, почему бы нет, если он у нас растёт. А если слива не даёт плоды и ни разу не цвела за 10 лет? Слива за 10 лет. Ну опять, вы знаете, слива, если это слива, та слива, которую вы пошли там у бабушки, где-то откопали, что-то такое, я вот не сторонница этого делать. Потому что сейчас очень много различных сортов слив, которые очень быстро вступают в плодоношение. Поэтому как-то так. А я там читала, у тебя вопрос, можно ли в теплице выращивать виноград? Я перемотала. Нет, не читала. Ну вот эти читали. Виноград. Ну, многие сейчас это практикуют. Но опять, это вы знаете, это всё так шатка-валка. Мы посадили, все говорят, малину выращивают в теплице. Мы посадили целую теплицу малины, и мы хорошо её вовремя оттуда убрали. Мы замучились бороться с клещом. Поэтому виноград для теплицы, мне кажется, может быть, это неудачный вариант. Какую породу индейки вы выращиваете зимой? В каком возрасте начинаете забой? Какой максимальный вес получается? Ну, порода у нас, во-первых, это север-кавказская. Я её называю неубиваемой. Она очень хорошо переносит холода. Зимой гуляет и по снегу, и без проблем. Но всей птицей, как правило, мы забой начинаем где-то к Новому году. Вот, индюшка, значит, получается чистый вес, ну, небольшая индюшечка, где-то килограмм шесть, вот так. Вот, индюки, конечно, побольше, восемь-девять килограмм. Как вы подвязываете огурцы после того, как они достигнут крыши теплицы? А мы их тогда не подвязываем. Мы их просто перекидываем. У нас вверху арматура лежит. Вот как он достиг, мы его перекидываем, и он уже растёт вниз. Купила в мае краная. Клёк, клёк. Дерево-клён. Красное, наверное. Дерево-клён. Спустя месяц стал зелёным до сих пор. Может, такой? Не знаю, может, вас что-то обманули. Есть же рождественское растение, которое все покупают, на рождественное, вот этот красный рисунок. Ну, там проблема. А потом оно, блин, зеленеет. Да, понсайте. Какие семена помидоров от агрофирмы партнёр вам нравятся? Ой, вы знаете, от партнёра мне нравятся, во-первых, мне нравятся все его черри. Черри очень вкусные. Томат нравится «Царское искушение», достойный томат. Ну, это котя черри. Относится это к черри. Мне нравятся сокровища инков у него. Ну, пожалуй, так и с томатов. Честно говоря, уж очень дорого. Я вот только говорила. Ну, очень у партнёра дорогие семена. Но неоправданно дорогие. Что сейчас можно посадить под зиму? Ты вроде отвечала, но похоже. Я отвечала, да. Ну, в теплице, кстати, можно посеять, можно посеять и салат, и укроп. Но сейчас ещё рановато вот всё-таки. Это где-то в конце вот так ноября посеять. А лук всего под зиму уже сажаешь? Да, уже мы отсадились. А лук в этом году портится у всех или только у меня? Скорее всего... У нас не портится. Скорее всего, у вас луковая муха. Вот. Поэтому у вас портится лук. Ну, смотрите, следите за ним, перерабатывайте. Лук очень хорошо, кстати, резать, морозить. Он хорошо хранится. Чеснок не успели под зиму. Когда сажать? Значит так. Если вы его не успели посадить под зиму, вы делаете так. Ранее, даже прямо после Нового года, где-то, ну, ранее весной, даже, это может быть, февраль месяц, кладёте посадочный материал в пакет, пакет завязываете, убираете вниз в холодильник. То есть, чеснок пройдёт стратификацию и начнёт обрастать корнями. Вот как только он начнёт обрастать корнями, ну, я думаю, даже, наверное, ну, да, конец февраля, начало марта. И вы прям как только сможете войти в огород, идите его и сажайте. Вот как раз-таки вопрос, чеснок когда сажать весной? Вот я, вот сейчас я рассказала. Растёт ли у вас голубик, и как вы за ней ухаживаете? Голубик у нас не растёт, потому что мне это ягоды не нравятся. Не потому что там за ней как-то ухаживать, сама ягода не нравится. Можно спросить, какая утка лучше? Мне говорят, что любая, кроме мускусных, потому что они зимой не несут яйца. А остальные породы кряков, они несут яйца даже зимой. Вы знаете, утка должна, вы должны разобрать. Утки, все утки очень жирные. Мускусная утка считается диетическая утка. Мясо у неё, жира вы вообще не найдёте. Там мясо как говядина. Характерно для мускусной утки, она может расти очень длительное время и постоянно набирать вес. Если вы, допустим, не успели её забить по осеням или зимой, ничего страшного. Она будет продолжать набирать вес. Это характерно для мускусной утки. Все утки жирные. Мускусная утка тоже, она несёт достаточное количество яиц. Не так уж и мало. Но я вам хочу сказать, что яйца утки – это на любителя. И вы подумайте, нужны ли они вам. Как резиновые немного, мне кажется. Гиацинт можно вырастить к Новому году? Ну, как и тюльпаны, сделать выгонку, да. По каким дням у вас посиделки-то, спрашиваю? А, посиделки у нас среда и воскресенье в 9 часов. Если у вас горшочная устома, сложный уход за ней. Вы знаете, вся и устома может расти как домашняя горшечная культура. Поэтому... Видела вас на фото с лилиями, с ваш рост. Помнишь, раз лилия, да? Где можно приобрести клубни. Очень красиво. Спасибо за вас. Вы знаете, это гибридная лилия. Я её покупала в обычном садоводческом центре. Честно говоря, не знаю, что вырастет такая красавица. Первый год там всего у нас было два граммофончика. И она ничем не отличалась от остальных лилий. А вот в этом году она, конечно, ну просто она вот себя показала. Почему сохнет малина? Ну, во-первых, почему сохнет малина? Я не знаю. Это здесь может причин множества быть. Во-первых, малина очень любит влагу. У нас под всей малиной лежат капельницы. Там должен быть обязательно полив у малины. Вот. Так просто малина, в принципе, она не сохнет. От чего она может сохнуть? Или её может клещик кушать. Тоже такой может быть. Нужно ли копать огород под зиму? Я считаю, что нужно. Мы всегда огород под зиму перекапываем. Про глубику вопрос не читаю, да? Мы же не выращиваем глубику. Мы, к сожалению, не по глубике. Хочу вырастить крупный томат. Какой сорт? Подскажите. Вы знаете, посмотрите, у нас в Саду-Левогороде есть отчёт по томатам. И вот как раз-таки мы там показываем крупные томаты от садов России. Томаты, которые достойные уважения. Спасибо за посадку свёклы через рассаду. Мне очень понравилось. Буду использовать и дальше. Вы хризантемы на зиму укрываете или выкапываете? Хризантемы мы выкапываем и прикапываем в теплицу. Нужно ли укрывать туи первогодки? Их нужно накрывать укрывным не от вымерзания, а от того, что весной могут быть сильные ожоги. Я бы на вашем месте укрывным хотя бы в один слой, но я их накрыла. Как использовать подстилку с навозом из-под коз? Вот, пожалуй, это одна из подстилок из навоза, которые можно вносить сразу. Это не куриный, там, коровий навоз. То есть вы можете сразу использовать. Даже вы можете использовать эту подстилку в качестве как бы мульчирования. Даже можно сверху её просто раскладывать. Какая-то опечатка. Какие сроки сажать дайка? А, дайкон, наверное. Посадила в июне, вся ушла в цвет. Да, он у вас в июне уйдёт в цвет. Это где-то, да, это сажает его в конец июля. Вот так, дайкон. В конец июля. Добрый вечер. Кто-то поздороваться хочет. Добрый вечер, добрый вечер. Как накрывать ежевику на зиму? Ежевику на зиму. Если есть ежевику у вас с шипами, вот у нас с шипами, мы её не накрываем. А так достаточно её, как и розы, просто пришпилить к земле, пригнуть к земле. Куча я тебя кого-нибудь от этого веду. Не надо. В теплице землю каждый год нужно менять? Нет, это что? Я не знаю. Это убить себя, чтобы менять землю. Какие сорта огурцов для выращивания в открытом грунте можно назвать на все времена? Вы знаете, пожалуй, сейчас я назову этот огурец слуховицкий. Вот очень он себя хорошо вот показался в этом году в открытом грунте. Он опять-таки про ежевику укрывался. А, без посадила, без шипа. Да, пригибайте к земле её, да. Её надо укрывать. Курица хрипит при дыхании. Чем лечить? Вы знаете, если у вас это курица и взрослая курица, и она у вас хрипит, я всегда говорю так. Умейте, во-первых, вы понимаете, для чего вы растите птицу. Очень тяжело лечить птицу. Очень тяжело. Вы её начнёте сейчас лечить, в итоге вы её не вылечите, залечите, и птица может всё равно погибнуть. А птица, которая хрипит, это тем более, это очень опасно. Она может у вас заразить всю остальную птицу. Поэтому убирайте её в суп. Её можно в суп? Конечно, можно. Обрезаете ли вы ремонтантную малину? В Сибири, говорят, не нужно скашивать под зиму. Вы знаете, я обрезаю, и урожай у нас в этом году ну просто ошеломляющий. Вот. Дело в том, что я думаю, что вот именно в Сибири просто надо потом, вот когда вы, я так думаю, по крайней мере, как огородник, если рассуждать, вы поставьте дуги какие-нибудь над этой грядкой, над малиной, или что, если она у вас, конечно, в ряд растёт. Вы её срезали, и ранней весной набросьте на неё или укрывной материал, или плёнку. То есть, дайте ей, спровоцируйте быстрый рост, и всё, и у вас будет малина. То есть, ей надо помочь. А можно сейчас обрезать малину? Ремонтантную, да, вот, кстати, мы ещё даже не обрезали. Так, скажите, это было уже, да, гортензию нужно на зиму укрывать, и лаванду? Мы лаванду, да, гортензию не укрываем. Нужно ли укрывать актинидию, радодендроны, азалию? Азалию, радодендроны, ну, опять смотря, где вы живёте. Прослушал. Какая утка лучше, кряква или мускусная? Мускусная? Ну, она не жирная, может, человек жирный хочет. Ну, не знаю. Ну, кряква, кряква, это как дикая какая-то. Вы не знаете, как бороться с портулаком? Портулаком, да, соседи посадили, а страдает уже вся улица. Вот, не знаю, поэтому не надо его сажать. к соседям посадили, портулак, да. То есть, розы вообще не надо укрывать? Я не могу категорично вам сказать, не укрывайте. Это дело каждого и выбор каждого. Я в этом году для себя решила не укрывать розы. Мы их немного подокучили, и всё. Я их не стала, кроме плетистых. Весной покажу вам, что у меня получилось, или что всё вымерзло, или всё нормально. можно поэкспериментировать, часть укрыть, часть укрыть, Несколько укрыть, не знаю, да. Какое у вас урожай перца из улиток? Ну, из улиток вообще всегда достойное урожай. Я не могу сказать, что там улитки плохие, ничего не растёт. Наверное, всё. Всё? Нет? Ну, да, наверное. Сейчас прошу. Так, что? Дорогие друзья, ну, наверное, я надеюсь, что, в принципе, сейчас холодно, морозно, и мы почаще будем с вами встречаться. Очень приятно было с вами пообщаться. Вот. Я надеюсь, что я ответила на какие-то ваши вопросы. Пока-пока. До новых встреч. Пока. Так, хотите завершить? Завершить. Завершить.